навязывать свое единственное правильное мнение окружающим не всегда правильно много раз мне об этом говорили наши зрители и вот сегодня с обзором событий текущей прошедшей недели мне помогает известная в сети красавица и блондинка аника ти на прошедшей неделе владимир путин распорядился создать комиссию против отмывания денег эту замечательную идею рекомендовала ему международная организация против отмывания денег безусловно очень хорошо то что наша страна прислушивается международным сообществом станет ли это эффективным инструментов против отмывания денег или послужит для межведомственных войн непонятно я конечно присоединяюсь к сомнениям аники на тему того что это может или не может быть эффективным в нашем государстве потому что мы все прекрасно помним что много прекрасных и светлых идей у нас превратилась в абсурд и инструменты действительно межвидовой борьбы между всякими силовыми и не силовыми структурами но отмечу для себя и для вас о том что вообще-то источниками отмывания денег являются три явления это коррупция торговля наркотиками торговля оружием посмотрим на какую из этих отраслей в основном придется удар нашей могучей правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег но мы заговорили не случайно вот это общем-то федеральной истории которая случилась на прошедшей неделе и очень здорово на нее как раз легла история с ильнуром абсалямовым которая как бы завершилась на прошедшей неделе в башкортостане напоминаю что прямо перед новым 2020 годом сотрудники федеральной службы безопасности арестовали сотрудника правительства начальника департамента правительства республики башкортостан ильнур абсалямова задержан он был по подозрению в получении взятки в сумме 3 миллиона рублей операция это была спланирована очень тщательно товарища вели и следили за ним от самого нефтекамска до уфы арестован он был у себя во дворе признал получение денег и суть событий было следующем некая компания которая имела контракт с министерством земельных имущественных отношений пыталась при помощи вот этих денег ускорить оплату своих работ господин абсалямов в общем-то признал факт получения денег но дальше началось странное и этого странного в истории предостаточно начнем с того что весь период следствия и судебного разбирательства оказался чрезвычайно кратким менее пяти месяцев понадобилось следствию и суду на то чтобы принять окончательное решение конечном итоге чиновник абсалямов был признан вовсе не человеком совершившим должностное преступление а всего лишь мошенником вместо того чтобы признать абсалямова взяточником а взятка это достаточно тяжелое суровое преступление за которое полагается приличный тюремный срок ильнур абсалямов был признан всего лишь мошенником по 159 статье и трактовка следствия и суда следующие чиновник абсалямов не был сотрудниками министерства земельных и имущественных отношений и потому он технически не мог обеспечить ускорение выплаты по контракту соответственно он оказался просто обманщиком а вовсе не взяточником однако напомню что ильнур абсалямов незадолго до того как он перешел в правительство был сотрудникам именно министерства земельных имущественных отношений и безусловно сохранил все связи и влияние в этой сфере при том что он был еще, ко всему прочему, не рядовым сотрудником, а достаточно близким человеком к господину Полставалову, который в тот момент возглавлял Министерство земельных и имущественных отношений. Есть информация о том, что эта взятка и что вот этот платеж в 3 миллиона рублей вовсе не был единичным. Также некоторые товарищи в Белом доме предполагают о том, что деньги эти предназначались не одному Абсалямову, а это было некое коллективное поступление. Я, конечно, не разделяю эти точки зрения, у меня нет пока фактов, чтобы утверждать вот эти предположения, однако эти предположения существуют. Известно, что господин Абсалямов очень тесно общался с Ильшатом Тажидиновым. Ильшат Тажидинов был его фактически покровителем, а также Абсалямов, повторюсь, был в близких отношениях к господину Полставалову. То есть, ну, выводы делать вам. И действительно, я недоумеваю, как легко и непринужденно тяжкое преступление-взятка превратилось в достаточно такое рядовое и малонаказуемое преступление-мошенничество. Господин Абсалямов в итоге получил три года условно и 200 тысяч штрафа. Кстати, на прошлой неделе Сбербанк ввел комиссию на онлайн-переводы. Я не знаю, борьба это с отмыванием денег или просто так получилось. Ну, посмотрим. На прошедшей неделе Росстат опубликовал данные о смертности по регионам, в том числе по Республике Башкортостан. Вот тут нас, конечно, накрыло неожиданной новостью. Выясняется, что все данные, которые мы на протяжении последних двух месяцев получали от Минздрава Республики Башкортостан, никоим образом не имеют ничего общего с действительностью. Я не знаю, как так получилось. Влияет ли господин Забелин на публикацию этих данных со стороны федеральных органов статистики или это абсолютно независимое явление, но вот факт есть факт. Можно констатировать, что все данные, которые мы получали по смертности, и в том числе по смертности от COVID-19, прошедшие два с половиной месяцев, являются абсолютно ложными. В частности, Росстат дает данные о том, что только за апрель месяц в Башкирии зафиксировано 129 случаев избыточно умерших. Не очень понятный термин, но здесь, конечно, нужно разбираться в математических механизмах, которые практикует Росстат. И речь идет о том, что есть механизмы, которые позволяют спрогнозировать уровень смертности и оценить те данные, которые мы получаем на выходе, официальные или неофициальные. И в итоге мы получили от Росстата утверждение о том, что в Башкирии произошло на 129 смертей больше той самой избыточной смерти, чем нам дает данный господин Забелин. Кроме всего прочего, Росстат утверждает о том, что только в апреле было зафиксировано 23 случая смерти именно от COVID-19. Однако господин Забелин за апрель месяц включил в статистику только 17 смертельных случаев от этой страшной болезни. В общем и целом, можно, конечно, констатировать и подтвердить те наши предположения о том, что Минздрав Республики Башкортостан и лично Максим Васильевич Забелин фальсифицировали данные о смертности в Республике Башкортостан. Кроме того, что мы получили министра Вруна, мы получили недостоверные сведения. И это на самом деле очень опасная история. Аника, ну вот у меня есть к вам прямой вопрос тогда. Насколько для вас важно или не важно, чтобы министр здравоохранения Республики, например, вам и всем нам давал правдивые и достоверные данные? Это, безусловно, важно, потому что противоречивые данные – это просто нечто. Например, когда население запугивают опасностью ковида, везде вводятся меры. То есть, то снять маску, одеть маску, снять перчатки, одеть перчатки, снять эти, одеть перчатки, маску. И в итоге такая ложь по поводу реальной картины. Я просто не понимаю, что хочет добиться наше руководство. Ну и в целом, нам теперь остается решить, как нам дальше жить с министром Вруном. Насколько мы дальше сможем ему верить. Получается, что Максим Васильевич не просто пару раз ошибся или где-то сбился в показаниях, а систематически, методично выдавал и до сих пор выдает нам ложные данные о смертности. Это не шутка. Это на самом деле очень серьезный показатель. И вообще все, что связано со здравоохранением, с медициной, в последнее время болезненный интерес вызывает у населения. Вокруг нас бушует пандемия. Не все верят в том, что она вот так вдруг внезапно начала заканчиваться. И очевидность, правдивость и достоверность данных, которые дают ведомство, чрезвычайно важны. Я не знаю, будут ли приниматься в отношении господина Забилина какие-то организационные решения, будет ли он подвергнут какой-то обструкции или наказанию, но я считаю, лично я полагаю, и это мое субъективное мнение, что господину Забилину не место на том посту, который он сейчас занимает, хотя бы потому, что он обманул целую республику. На заседании СПЧ был еще один примечательный момент. Руслан Валиев задал вопрос, будут ли тестировать на коронавирус членов избирательной комиссии, на что глава ЦК РБ Илона Макаренко ответила, что это нецелесообразно и достаточно будет масок и санитайзеров. Я от себя добавлю вопрос на эту тему. Мы все знаем, что Элла Александровна Панфилова, руководитель ЦИК Российской Федерации, совершенно категорично заявила о том, что все члены избирательной комиссии должны тестироваться на коронавирус, должны проходить постоянные проверки, дабы не заразить друг друга и дорогих избирателей. Я совершенно не могу понять, каким образом и на основании каких полномочий госпожа Макаренко принимает противоположные решения в отношении достаточно большого количества членов избирательных комиссий. Напоминаю также, что, например, в Екатеринбурге коллективным образом члены избирательной комиссии отказались работать ввиду небезопасности этой работы на участках. Но, в общем, тут кроме недоумения, наверное, высказать нечего. А еще Совет по правам человека выдвинул замечательную инициативу. Вадим Беляков предложил усовершенствовать законодательство по защите покоя граждан и отбирать, конфисковывать аудиотехнику у тех, кто слушает громко музыку по ночам. Вообще, конечно, чудесная, замечательная, либеральная инициатива. Она, безусловно, наверное, защитит права граждан. То есть будут приходить милиционеры и отбирать магнитофоны. Интересно, а это будет касаться только аудиотехники или любой предмет, издающий шум? Например, кто-то играет на рояле или стучит тапком по трубе радиатора. Это относится к предметам шума? Ну, безусловно, конечно. То есть, наверное, придется полицейским рояль выносить из дома, да? Или баян. Интересно, а порванный баян он считается уже? Да, будут ли подвергаться конфискации испорченные предметы, издающие звуки? Вообще, конечно, поле деятельности здесь для... Если баян мы уже порвали. Да, для правоохранителей поле деятельности бесконечное. Отмечу, правда, справедливости ради, что господин Касьянов, который тоже виртуально присутствовал на этом совещании, был, прямо скажем, смущен подобной инициативой Белякова. Потому что, будучи все-таки юристом, Касьянов понимает механизмы конфискации предметов у граждан. Он понимает, что нужен для этого суд, решение суда. Но наши защитники прав человека неудержимы в своей фантазии. Боюсь предположить, что они еще предложат в следующий раз для защиты прав человека. Брать заложников, отнимать детей. Какие еще меры они придумают, чтобы защитить только права человека? Ради Фаритович же отметил, что этот статус нужно обсуждать с гражданами, все, что можно обсудить. Вот, видимо, это... Дай бог, чтобы Вадим Беляков сначала обсуждал хотя бы с нами то, что он нас собирается отнять в ближайшем будущем. Безусловно, самым заметным общественным событием в республике Башкортостан на прошедшей неделе были события, связанные с обманутыми дольщиками. Миловский парк взорвался. Люди не выдержали и устроили палаточный лагерь прямо непосредственно около строительной площадки. Они утверждают о том, что они не уйдут до тех пор, пока не будут приняты внятные решения по их объекту. Люди в отчаянии, люди настроены решительно. Ну, собственно, наверное, это уже не первый раз. Однако, кроме Миловского парка, многие другие объекты уже высказали свое мнение о происходящем в этой области. Многие дольщики готовятся к проведению различных акций. Судя по всему, страх перед COVID-19 прошел. В частности, дольщики Иглино заявили о том, что они готовы 24 июня выйти на голодовку. И эта голодовка тоже будет бессрочной до момента принятия каких-то существенных решений. Вообще, идей у инициативных групп очень много. Тут и проведение автопробега, автопробега протеста. Тут и даже поступают такие очень, на мой взгляд, экстремистские предложения о перекрытии автотрасс. Что, на самом деле, конечно, недопустимо. Но, в общем, люди всевозможным образом креативят и пытаются найти решение. Пытаются каким-то образом обратить внимание на свою проблему. В частности, именно к этому странному дню, 24 июня, дольщики одного из объектов собираются провести акцию под названием «Бездомный полк». Это не совсем новая идея, но, на самом деле, она очень эффективная. Они хотят пройти маршем под музыку вдоль своих недостроенных домов и привлечь интерес и государства, и общественности к той проблеме, которая не решается в республике на протяжении последних лет. Напомню, что полтора года назад Ради Хабиров заявил о том, что он точно знает, как решить проблему дольщиков, и потерпеть нужно совсем немного. С тех пор прошло полтора года, было очень много пустых разговоров, всевозможных заседаний, круглых столов, каких-то там координационных советов и так далее. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Отмечу, в общем-то, бессистемные судорожные движения ведомств, которые ответственны за эту проблему на прошедшей неделе. Срочно было проведено в ВКС, были приглашены туда совсем не все дольщики и не из всех объектов. Например, Зульфия Гайсина зачем-то прибыла в палаточный лагерь Миловского парка, вознамерилась переночевать в палатке, однако у нее ничего не получилось. А гитара она с собой взяла? Я не знаю, взяла ли она гитару с собой и собиралась ли она там петь жалобные песни. Ну, в общем, я так понимаю, что выгнали ее из этого лагеря, не захотели дольщики ничего общего больше иметь с этой самозванной омбудсменшей по проблемам обманутых дольщиков. В общем, что-то меняется в этой среде. На самом деле, судя по всему, потеряно полностью доверие к той системе, которую пытались выстроить по решению этой проблемы. Дольщики пытаются взять ситуацию в собственные руки. Я смотрю на эту ситуацию с взглядом простого обывателя, и мне непонятно, почему у нас в республике строятся дома, потом их бросают строить и начинают строить другие. Я понимаю, что у этого есть какие-то причины, и представляю себе, какие, но просто со стороны это выглядит дико. И в то же время я считаю, что за счет бюджетных средств полностью возмещать вот это мошенничество, это будет неправильно. Правильнее будет найти инвесторов, которые достроят и выплатят компенсацию даже, наверное, не квартирами, а теми суммами проиндексированными, которые люди вложили. Ну, тут ведь есть другая проблема, вот смотрите, насчет привлекать инвестора. Ну, это все сложно. Да, ведь квартиры все проданы, зачем инвестору достраивать дом, в котором проданы все квартиры, это тоже ведь проблема. Ну, смотря на то, что люди хотят получить, пока они не получили ничего, они могут получить компенсацию, могут вложить еще что-то в эти квартиры, да. Но они изначально планировали получить квартиры поменьше стоимости, правильно ведь? Ну, тут везде по-разному. На самом деле, вот даже по Миловскому парку, то, что вот я разговаривал последний раз с дольщиками там в лагере, кто-то, да, получил по льготной ипотеке, кто-то получил по какой-то льготной социальной цене, а многие, между прочим, заплатили полную сумму. Да, кстати, да. Ну, там были маркетинговые ходы, конечно, чтобы это все распродать, и в некоторых случаях даже по два раза одну и ту же квартиру продавали. Ну, тут еще есть интересный момент. То, что вы называете маркетинговым ходом, было, на самом деле, бессовестной рекламой. Например, господин Хамитов лично рекламировал вот этот Миловский парк, но, согласитесь, это закономерно, когда глава республики рекламирует какую-то стройку, ну, у людей это вызывает доверие, так ведь? Ну, возможно, он сам не знал, что в итоге будет, или все-таки знал. Да, давайте не будем огульно обвинять Рустама Закевича в мошенничестве и злодействии, но еще есть такой аспект, вот насколько эффективно правоохранительные органы ищут тех злодеев, которые, ну, по сути, похитили вот эти гигантские суммы. Сколько эффективно, у них наверняка есть эти суммы, где-то, кстати, про комиссию по борьбе с отмыванием денег, она может владеть этой информацией. И я думаю, что по вопросу дольщиков, однозначный ответ есть только у самих дольщиков, они не хотят получить квартиру. У всех остальных совершенно квадратная голова по этому поводу. Это так, да, для людей, которые не вникают, да, но ведь это же колоссальное мошенничество, по сути, взять того же Комлева, который сейчас сидит, улыбается, а 2 миллиарда рублей из стройки куда-то пропали. То есть ни следствие, ни Комлев, никто не может там, ну, внятно ответить на этот вопрос, да, что вот, ну, простите, а где 2 миллиарда? Поискали, поискали, не нашли и отпустили, что ли? Ну, разве так бывает? Он у нас Абсалямов получил по году за каждый миллион, да? Да, условно. Комлева 2 тысячи лет условно нужно давать, да, за такие деяния. Ну, согласитесь, это действительно абсурд, да? Карантинные меры в Башкирии постепенно снимают, уже работают кафе, торговые центры, но вступить в брак граждане республики в обычном праздничном режиме по-прежнему не могут. В ЗАГС допускается только жених, невеста, их родители и, о, чудо-видеограф. То есть, у кого он есть? 4 человека можно зайти, да? Получается? А, ну, не 4. 6, максимум 7. Смотря сколько родителей у молодых, да. С этим уже связана масса курьезных случаев, в том числе, когда гости наблюдали в окна за церемонией. Это уже становится распространенным фактом в Башкирии. Не пускают ближайших родственников. И я просто не вижу никакой логики в том, что люди, которые будут дальше праздновать события все вместе, там будет банкет, брачная ночь и прочие там поездки по памятникам, я не знаю, вот. И я просто не вижу логики в том, что люди не могут зайти все вместе и отметить события, да. Когда можно на следующей неделе, 22 числа, уже можно будет ходить в фитнес-клубы. То есть, фитнес можно, а взад нельзя, да? Да. Фитнес, например, торговые центры, там куча незнакомых людей. Ну, естественно, да. И они большую опасность друг другу представляют. И, ну, в общем, нет никакой логики. Ну, я согласен. Еще бы жениха с невестой по отдельности запускали, это вообще был бы трэш. Мы бы прославились, по крайней мере, таким оригинальным подходом. Я бы даже предположил запускать их по одному, по очереди. По одному, да. Он зашел, расписался, она зашла и расписалась. А он, например, зашел, вышел, она заходит, а ей говорят, а жених отказался. Это существенно сделать, проще, а в одиночку. Это похоже на логику нашей башкирской. Также, снимите маску, оденьте маску, оденьте маску, снимите маску, снимите маску, снимите, оденьте, снимите, оденьте. А почему без маски, собственно говоря, заплатить страх? С одной стороны, это смешно, а с другой стороны, ну, действительно, мы все-таки как-то вот хотим понимать то, что с нами делают, да? То есть, в конечном итоге, ну, власть это всегда насилие, и вот власть нам дает какое-то указание. Вы должны делать это, да, или вы не должны делать вот это. И вот когда эти указания абсурдные и какие-то странные, мы начинаем как-то вот дергаться, да? То есть, действительно, можно ходить в ресторан. И после регистрации брака люди действительно пойдут в ресторан. Все вместе сядут рядом за один стол, будут там выпивать, обниматься и так далее. Они рассядутся по машинам тесно. Да, и при этом их не пускают в помещение замка. Автобус, пазик там, я не знаю, у всех по-разному. Будем надеяться, что это отдельно взятая какая-то глупость, которая случилась вот в этой сфере. Будем надеяться, что это все, наверное, от перенапряжения нашего правительства, которое уже немножко, значит, теряет связь с реальностью. Ну, и будем надеяться, что эта ситуация будет изменена в ближайшее время. В самом конце недели случилось заметное, но маленькое событие. Около нового госпиталя, вот этого антиковидного госпиталя в Зубово, в срочном порядке воздвигли новую остановку и присвоили ей новое название. Ну, остановка транспорта там и так была запланирована, но она стала очень красивая, современная такая, модерновая. Но всех смутило название. Назвали эту остановку антиковидное. Мои источники в Госкомтрансе говорят, что название, в общем-то, с ними не обсуждали. Им дали только задание построить сам павильон и написать вот это слово. Судя по всему, название родилось в недрах Белого дома. Я могу предположить, конечно, что авторами этого замечательного названия были те самые потомки Салавата, вот эти три креативных богатыря нашего Белого дома. Господин Кельсинбаев, Бодранов и Мурзагулов. Но в целом, конечно, это очень взбудоражила общественность, вот это название. Откуда взялось такое слово? Давайте начнем по порядку. Вообще в русском языке слово ковид не существует. Ну, соответственно, и слово антиковидное, это тоже совершенно несуществующий термин. Это прямая транскрипция от латинского медицинского термина. Ни в одном словаре такого слова нет и так далее. Наверное, стоило бы и прилично было бы провести какой-то конкурс. Кто куда торопился, совершенно непонятно. В интернете уже поступило много интересных, действительно хороших, правильных вариантов названия этой остановки. И я выражаю надежду на то, что эту остановку все-таки переименуют. Потому что... Или хотя бы перепишут латинице. Да, да. Вот нет, есть несколько вариантов. Я надеюсь, что все-таки будет принято завешенное решение в том смысле, что, ну, куда мы торопимся? Ну, остановка построена, госпиталь построен, все работает. Зачем было торопиться вот эту чушь-то писать большими белыми буквами? У нас еще есть практика по несколько остановочных павильонов. Устанавливают, например, напротив моего дома как раз такая история. Поэтому можно выбрать даже два или три названия. Не, ну, согласитесь, логично было бы дать конкурс какой-то сделать. Ну, назовите, граждане, то есть придумайте. Можно было бы каким-то образом отметить... Посвятить врачам, например. Да, вот, вот, я как раз это хотел сказать, что заслуги врачей, их вкладу, их героической борьбе с этой пандемией и так далее. Что за антиковидное, что за вообще искажение русского языка? Антиковидное. Ну, не очень хорошо звучит, да? Нет, совсем не хорошо звучит. Можно было бы цифру 19 написать, да? То есть остановка 19-я, да? Ну и так далее. То есть вообще вариантов много там. Госпитальная, в конце концов, там, ну, много-много разных вариантов уже поступило. Ну, будем надеяться, что немножко одумаются и вот эту глупость сотрут с фасады этой остановки. Безусловно, обратная связь со зрителями – это очень важная часть той работы, которой я занимаюсь. Но не всегда, к сожалению, эта обратная связь радует. Сегодня утром я обнаружил вот такую обратную связь у себя на капоте автомобиля. Сообщение на этом кирпиче совершенно однозначно прогнозирует мое будущее в случае, если я буду продолжать свою YouTube-деятельность. Наверное, бессмысленно гадать о том, кто прислал этот кирпич. Красиво завернутый в полиэтилен. Видимо, люди боялись оставить отпечатки пальцев или еще что-то. Наверное, стоило бы заявить в полицию об угрозах жизни и здоровью. Но, пожалуй, что пока я этого делать не буду. Надеюсь, что это какая-то глупая шутка. Хотя, наверное, предполагать можно и иное. Субтитры создавал DimaTorzok